Всем привет! Прошу прощения за то, что долго не выходил в эфир. Работа, Новый год, праздники и все остальное. Но я возвращаюсь и обещаю, что в ближайшее время буду выкладывать как можно больше интересных уроков, которые я уже, в принципе, подготовил. Сегодня хотел бы с вами поговорить на такую тему, ответить на вопрос, почему люди слышат свой голос иначе, чем окружающие. Есть несколько объяснений. Во-первых, то, что мы слышим, то, что слышат наши люди, знакомые, друзья, окружающие, они слышат свой голос, ваш голос немного иначе. Этому способствуют, во-первых, комната, в которой вы находитесь, ваши резонаторы и вообще слуховые аппараты тех людей, которые вас слушают. Ну и, разумеется, ваш собственный внутренний голос, он тоже зависит от многих факторов. Во-первых, конечно же, от комнаты, в которой вы находитесь, от ваших внутренних резонаторов, от вашего внутреннего уха, от воздуха, который вокруг. И, что очень интересно, от воды зависит, от той воды, которая в воздухе витает и в вашем организме. Как это объяснить, сейчас я вам расскажу. Есть такой ученый, зовут его Нельсон Воган. Он даже написал целую теорию по поводу того, почему мы слышим так или иначе свой голос, каким образом влияет вода в нашем организме на восприятие вашего голоса и окружающими, и вами самими. Ну, вы часто, наверное, записывали свой голос, но не часто, может быть, кто-то один раз в жизни записал свой голос, услышал его, кому-то понравился, кому-то сразу не понравился. Чаще всего не нравится голос на записи. Мне первый раз не понравился, когда я себя услышал. И слышим мы свой голос кто-то выше. Бывает так, что сами вы себя слышите, и вам кажется, что голос у вас высокий, а окружающим кажется, что низкий. И тут возникает вопрос, какой же голос правильный, тот, который вы слышите внутри себя, или тот голос, который слышат ваши знакомые. И, как ни странно, правильные голоса оба. И то-то другое, просто разное звучание. Давайте мы вернемся к Нельсону Вогану. Это профессиональный постановщик голоса голливудских актеров. Вот что он пишет, я разрешите процитирую. Слушая свой голос в процессе разговора, мы воспринимаем его не только ушами. Мы слышим звуковые волны, распространяющиеся внутри нас через жидкость, заполняющую внутренние органы. Речь начинается в гортане, откуда исходят звуковые вибрации. Часть этих вибраций распространяется по воздуху. Это именно то, что слышат другие, когда мы разговариваем. И то, что записывается, например, диктофоном. Другая часть вибраций проходит через жидкости и различные ткани нашей головы. Это пишет все Нельсон Воган. Внутреннее и среднее ухо расположены в костных плоскостях. Внутреннее ухо содержит жидкость, а среднее – воздух. И оба они находятся в постоянной компрессии. Гортань, в свою очередь, заключена в мягкую ткань, также содержащую жидкость. По воздуху звук распространяется иначе, чем в жидкости и плотных тканях. Эта разница относится практически ко всей ширине тонов, которые мы воспринимаем. Поэтому окружающие слышат вовсе не то, что мы слышим. Вот, это то, что он говорит. Его исследования в то же самое время не могут доказать, что голос, который мы слышим, в наш внутренний голос, непременно выше или ниже, чем тот, который слышит другие. Поэтому в данном случае можно сказать, что на самом-то деле у нас присутствует два голоса. И два эти голоса, они настоящие. Просто все зависит, наверное, от уха того человека, который воспринимает наш голос. На самом деле каждый слышит тоже иначе. Не у всех одинаковое восприятие. Для этого существует, кстати, для правильного восприятия и развития слуха, есть некоторые упражнения, которые я вам сейчас покажу. Одно упражнение, которое помогает нам развить наш речевой слух. Речевой слух, он дает человеку способность различать самые разнообразные оттенки в звучании тех или иных слов, в сочетании и фраз. И при помощи этого самого речевого слуха человек овладевает умением грамотно читать и говорить. Есть несколько свойств речевого слуха. Есть акустические свойства, к которым относится физический слух. Это способность воспринимать звучащую речь. Также есть фонематический слух. Это способность различать и воспринимать звуки речи. Это разница, да, некая. Есть еще звуковысотный слух. Это способность воспринимать и ощущать в речи очень важные моменты, такие как ритм и тональность. Скорее всего, интонацию и так далее. При помощи речевого слуха осуществляется контроль произносимого текста. Это приспособление к тональному ансамблю партнеров, слуховые восприятия речи, контроль над звучанием своего голоса. Вот. И есть еще отдельная такая вещь, как профессиональные качества речевого слуха. Ну, например, для тех же самых актеров, дикторов и тех людей, ораторов, которые пользуются своим голосом. Есть очень важные моменты для профессионалов, такие как звуковая память. Она помогает запомнить тембр и интонационный строй речи. То есть вот как раз, чтобы уйти немного от этой монотонности. Когда ты ее запоминаешь, ты ее правильно воспринимаешь. Также есть способность различать звуки по их высоте, громкости и окраске. Это все относится также к интонации. Очень важный момент — это способность определить по слуху местонахождение звука. То есть где он находится? Там? Здесь? Далеко? Потому что от этого также вырабатывается не только восприятие слуха, а и способность правильно говорить и вырабатывать правильный голосовой посыл. Также есть такая вещь, как способность различать движение речевого голоса. Ну, в связи с ударением, логическим ударением во фразе. Вот как раз именно движение, когда меняется интонационный рисунок, мелодика. От этого переходим как раз в способность различать мелодичность и тональность речевого звука. И отдельный момент — это способность слухового анализатора к физиологическому приспособлению при воздействии на него звука или шума. Вот. А в связи с этим хочу показать вам некоторое одно упражнение, которое помогает нам развить... И даже не развить, а развить наш слух, воспринимая разные резонаторы. Например, первое упражнение, оно помогает нам развить восприятие грудного резонирования речевого голоса. Все очень просто. Самое простое упражнение. Берете ладошки, вставите к ушам. Да, что у нас получается? Такие локаторы. Вот как раз это упражнение способствует грудному резонированию речевого голоса. И берете какой-нибудь, читаете текст или упражнение. Допустим, какую-нибудь скороговорку. «На реке мы на лима лениво ловили, И меня ли на лима мы вам на линя? А любви не меня ли вы мило молили, И в туман и лима наманили меня?» Послушайте, попробуйте сделать это упражнение, и отсюда вы сможете услышать как раз свой грудной резонатор, как вы будете звучать. То есть слышно, прям слышно вибрация, я сейчас ощущаю. Следующее упражнение, оно как раз способствует ощущению смешанного звучания речевого голоса, то есть грудного и головного регистра. Все то же самое, но уже уши, локаторы мы поднимаем кверху. Чтобы немного закрыть грудной резонатор и держать под контролем головной. И давайте попытаемся прочитать какое-нибудь тоже стихотворение. То же самое упражнение, то же самое скороговорку. «На реке мы на лима лениво ловили, И в туман...» Вот сейчас мне прямо держать за уши все неудобно. «На реке мы на лима лениво ловили, И меня ли на лима мы вам на линя? О любви не меня ли вы мило молили, И в туман и лима нам они ли меня?» Вот, мы с вами маленькие локаторы. Попробуйте, очень интересно. Таким образом развивается ваш речевой слух, который способствует, во-первых, не только правильно слышать и улавливать интонацию, ритмомелодический строй речи тех людей, которые говорят, а способность потом в дальнейшем это все воспроизводить. То есть больше уже работать над собственной интонацией, над собственной окраской и мелодичностью того текста, который вы говорите. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Очень скоро будет много интересных видео. И, кстати, конечно же, если вы хотите получить более широкое познание и возможности, и способности пользоваться своим голосом, более того, даже зарабатывать и монетизировать свой голос, записывайтесь ко мне на онлайн-курс на сайте speakgood.ru, ссылка внизу. Все. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует.